Здравствуйте, это канал Главные новости Казахстана. Алия Назарбаева арестована, Нурсултан следующий. Алия Назарбаева оказалась в прицеле западных журналистов-расследователей, сообщает ТЛЭграм канал Нурсултанский Соловей. Она целила их внимание на деятельность младшей дочери первого президента Казахстана, бывший премьер-министра республики Акижан Кожигельдин, пишут СМИ. Как пишут авторы ТЛЭграм канала, Алия Назарбаева дала множество поводов и для критики, и для расследований. Считается, что Алия Назарбаева после замужества с подачи многочисленных родственников и самого Димаша Досанова стала претендовать на свое место в распределении бюджетных государственных средств и активов. Действия Алии Назарбаевой могут дать противникам политического режима в Казахстане, таким, как Кожигельдин, множество поводов для публичного разоблачения казахстанской криптократии. Все ее проекты крайне скандальны и коррупции и наемки, от строительной компании Элитстрой до съемок проваливающегося в прокате кино «Дорога к матери Итамирис». Увлеченность Алии Назарбаевой сферой кино обошлась государству в колоссальные бюджетные траты, средства осваивал режиссер Акан Саттаев, которого в итоге пролоббировали на пост президента АО «Казахфильм». Деятельность оператора РОП, также принадлежащего Алие Назарбаевой, вызывает сильнейшую разреженность среди рядовых казахстанцев. Из информации, присылаемой анонимным источником на почту ТЛЭграм канала Нурсултанский Соловей, следует, что именно она инициировала создание Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, по ее протекциям. В качестве министра был назначен Макзум Мирзагалиев, который приходится близким другом Досанова, они вместе работали в структурах нацио-компании «Казмунайгаз». Оператор РОП является частной структурой, но, несмотря на это, является монополистом в сфере экологических утилизационных сборов. Во всем цивилизованном мире это является функцией государства. Фактически министерство. Экологии, геологии и природных ресурсов РК и оператор РОП обслуживают личные интересы Алии Назарбаевой. На лоббирование ее проектов у министерства уходит до 80% работы. Параллельно Алия Назарбаева почти полностью взяла под свой контроль ряд экологических НПО Казахстана, узурпировав контроль за всеми экологическими объединениями. Более-менее свободными остаются лишь мелкие объединения и частные экологи, живущие на гранты от международных организаций и иностранных фондов и правительств. Также Алия Назарбаева является учредителем фонда Жандану Алеми и фонда развития общественно значимых инициатив, руководителем Попечительского совета Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов, председателем Президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана и Совета молодежных трудовых отрядов ЖАС и УЕЛ. Другими словами, она является удобным объектом для расследований, считают авторы ТЛ-Эграм-канала. Но учитывая тот факт, что большинство СМИ в стране контролирует государство или старшая сестра Алии, Дерига Назарбаева. Официальных СМИ критика ее деятельности невозможна. Поэтому по данным ТЛ-Эграм-канала, Акижанка Жигельдин инициирует расследование силами созданных им организаций. Что думаете вы, по этому поводу? Напишите в комментарии. Также подписывайтесь на канал и ставьте лайки.